Здарова всем, ребята, Кентуха на пробуде, и я думаю, что вы все заждались хэллоуинские обновления. Так вот, прямо сегодня вам расскажу, что же там будет, что же добавить, что и как, потом приседаешься поудобнее. Обязательно прожимай огромнейший лайк, пиши любой хороший комментарий, а мы начинаем. Хочешь нахуй за одну минуту? Все очень просто, джижеристинтов разыгрывает более ста нож... Условия очень простые, лайк, подписка, репост и любой комментарий. Хочешь новую Аркану Танто совершенно бесплатно, но не знаешь, как же получить без 75 уровней Голдбасса? Ответ тут. Просто зайди на джижеристинтов, так как вся новая коллекция там уже есть. Не стоит забавить про второй шанс, который дает более крутой дроп. Переходим к барабану бонусов. По моему промокоду получаем его совершенно бесплатно. Все эти промокоды есть в описании. Так, 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 вам же всем интересно, что же будет и когда вообще будет хэллоуинское обновление. Ну что же, ребята, давайте начнем с того, как вообще понять, будет ли что-то на хэллоуинское обновление или нет. Во-первых, да будет, потому что разработчики 2, а то и 3 года подряд делали обновления, при том крутые обновления именно на хэллоуинские обновления. А теперь, когда же оно выйдет? Перед тем, как выйдет хэллоуинское обновление, давайте вспомним прошлый год. Что вышло в прошлом году? А в прошлом году изначально вышел трейлер. Поэтому, ребята, изначально мы ждем трейлер обновления, а после этого мы уже ждем само обновление. Когда же вообще должно быть хэллоуинское обновление? Оно должно быть 31 октября, потому что именно тогда наступает хэллоуин. Я, ребята, даже запарился, зашел на канал Аксельболт и хотим показать тот самый тизер, да, или трейлер хэллоуинского обновления, который был в прошлом году. Просто посмотрите, как же все это классно, это все очень круто. Это было в прошлом году. А вот в этом году разработчики нас однозначно должны продавать еще больше. Это великолепно. Просто Аксельболт. Я вас люблю. Вы реально большие молодцы. Единственное, знаете, в чем они мне кажется неправы, то что они этот трейлер выпустили только 30 октября. Они очень сильно задержали сроки, ребят. Но ничего страшного, потому что в том году была очень большая загрузка. Надеюсь, что в этом году все будет получше. И трейлер выйдет гораздо раньше. Я планирую, что трейлер выйдет примерно в 20-х числах. Ну а сейчас, ребятки, уже пойдет конкретика. Потому что вам всем интересно, что же такое хэллоуинское обновление. Я скажу так. Каждый год в хэллоуинском обновлении добавляют новый режим. И это прям миллион процентов то, что в этом хэллоуинском обновлении тоже будет новый режим. Знаете почему? Как минимум я вам прям сейчас дам два пруфа. Давайте, ребята, проведем небольшую хронологию. Это конкретно прошлый год. В прошлом году разработчики добавили что? Они добавили новый режим под названием тыкви на беспредел. Этот режим был максимально странный, то есть ты просто бежишь с этой битой, бьешь по противнику, у него отлетает голова и ты эту голову забрасываешь в кольцо. Чем больше голов ты забросил, тем больше очков у команды. Возможно, вы подумаете, так это было только в прошлом году. А что же было в позапрошлом году? В позапрошлом году был зомби-режим. Да, вам не послышалось. Я даже сейчас покажу отрывок от своего видео. Ну а прямо сейчас, ребята, вы смотрите на картину, которая была позапрошлом году. Я уверен, что многие из вас даже не помнят, что такое было. Короче, ребята, это зомби-выживание. Какое оно вообще было? У зомби было 1000 хп. Ваша задача замочить зомбаря. Задача зомбаря просто подойти к вам и один раз резонуть вас с ножа. Но есть одна прикольная фича. Если ты зомбаря сам режешь с ножа, то с него он тебя, а ты его, то получается ты его мощишь с одного удара. Зомбари очень быстро бегают и прыгают. Поэтому, ребята, этот режим был очень прикольный. Есть один только небольшой минус, что он очень быстро надоедал, потому что карта была очень-очень маленькая. А просто представьте, если карту бы сделали, например, зона 9. Разработчики, если вы меня слышите, пожалуйста, сделайте карту зону 9. Добавьте туда несколько классов этих зомбарей. Просто представьте, как же это было бы великолепно. Мне прям плохо становится. Я очень надеюсь, что в этом году что-то будет грандиозное. Ну а теперь еще один самый главный пруф, то что будет новый режим. То есть, смотрите, мы прямо сейчас, ребятки, заходим в поиск кланов, да? Пишем аксели, болты и ищем наших акселей. Так, они где-то, о, вот тут. Так, ну а, к сожалению, сейчас они не в игре. Но я вам покажу скриншот, которым буквально 2 часа. И прямо сейчас вы все поймете. Ну а теперь, надеюсь, вам все понятно? До сих пор непонятно, окей. Я себя отодвинул. А теперь понятно? До сих пор непонятно, окей. Посмотри вот это. Надпись играет, тебя не смущает. А знаешь, что это означает? Это означает, что прямо сейчас тестируется новый режим. И я очень надеюсь, что разработчики не задержат дату выхода этого обновления. Потому что, ребята, ну надоело ждать. Ну почему, если хэллоуинское обновление 31-го, обновление выходит 30-го. Обновление нужно выходить за 2 недели. Ну хотя бы за 1 неделю. Но никак за 1 день. Поэтому я очень надеюсь, что хотя бы в этом году хэллоуинское обновление будет вовремя. Если вы, ребята, не согласны, прямо сейчас прожимай лайк и подписывайся на мой канал. И как мы с вами выяснили, ребята, то, что новый режим будет 100%. Но помимо нового режима, разработчики еще каждый раз, каждый год добавляют новый стикерпак. Ну или стикерпак, или чармпак. Давайте просто проведем небольшое новое. Если мы идем на рынок, мы прямо сейчас можем выбрать хэллоуинскую коллекцию. Например, позапрошлого года. И вы просто сейчас посмотрите, сколько же все это стоит в голде. Просто обратите внимание, насколько же все это дорого. Голд скулы по 32 тысячи голды. Честно говоря, мне прям немножко становится не по себе. Мне немножко становится плохо, потому что, ребята, одна наклейка. Мать его, 40 тысяч голды. Да, посмотрели, запомнили. А теперь сейчас будет самое-самое интересное, да? А теперь давайте посмотрим на хэллоуинские чармпаки прошлого года. Просто проведем небольшую аналогию. Тут же самый дорогой скин стоит всего лишь 6700 голды. А знаете, из-за чего? Из-за того, что разработчики так сильно спешили, что они, по всей видимости, даже не старались над выходом новой чармпак коллекции 2020 года. Ну, хэллоуинский имеется в виду. Потому что, ребята, она в цене не выросла. Даже сами чармпаки, они стоили по 500 голды. Я их лично закупал. Я их закупал сотнями. У меня на втором аккаунте лежит стоили 150 чармпаков. И знаете что? Они до сих пор даже не стоят дороже 500 голды. Это просто полная жесть. И мне очень обидно, потому что разработчики реально сделали очень дерьмовую коллекцию чарм. Я очень надеюсь, что в этом году будет хорошая коллекция. Потому что, ребята, я уже научен опытом прошлого года. Я понимаю, что если будет коллекция некрасивая, то лучше не покупать. Иначе мы все прогорим. Ну, а прямо сейчас мы, ребята, находимся не просто так на карте Зона 9. Потому что, ребята, у разработчиков есть такая традиция. Каждый год изменять одну карту. Позже в прошлый год они изменяли карту. Раз, они ее делали в хэллоуинской стилистике. В прошлом году они изменяли карту Training Outside. Но в этом году разработчики, если вы еще не начали менять, или мало ли думаете, или выбираете, пожалуйста, пусть это будет Зона 9. Просто представьте, ребята, огромная карта Зона 9 хэллоуинской тематики. Как же это было бы круто. Это обалдеть. Просто представьте, тут везде паутина, везде темно. Света нет. Потому что я помню, что карту раз изменяли, она стала вдвое, а то и втрое темнее, чем сейчас. Это было бы очень круто. И, пожалуйста, добавьте режим зомби выживания. Я очень сильно хочу поиграть в него на карте Зона 9. Ну, а теперь самая главная причина, почему я конкретно жду хэллоуинское обновление. Потому что именно во время хэллоуинского обновления один раз в году падает Memeless коллекция. Да, это не шутка, да, это не сон. И именно в конце октября каждый из вас может себе выпить. Или АВМТХ, там какой-то, Керамбит Голд, USP, Генезис. Или хэллоуинские стикерпаки. И, пожалуйста, не надо мне говорить, что они не падают. Ребята, ну уже миллиард скринов в интернете, в ВК. Мне подписчики раз в пять лично скидывали, как кому-то из вас выпадал хэллоуинский стикерпак 2019 года. И самое интересное, что чармпаки 2020 года хэллоуинские никому не падали. Знаете почему? Потому что даже разработчики понимают, что они никому нахрен не нужны. А вот хэллоуинские стикерпаки 2019 года, это уже совершенно другая история. Ну и что же, дамы и господа, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.